Извлечь народное тело или сделать сердечно-легочную реанимацию. Медики будут обучать жителей отдаленных территорий края оказывать первую помощь. Команда волонтеров проведет мастер-классы в сельских поселениях, где нет даже фельдшерских пунктов. Также местным жителям обновят аптеки. Медикаменты доставят даже на крайний север. Все подробности о новой программе в нашем следующем сюжете. Кладем его на руку и скользящими движениями добиваем самое народное тело. Это одна из самых частых ситуаций, когда требуется первая неотложная помощь. Как правильно и своевременно ее оказать, знает инструктор. Он и будет обучать жителей сельских поселений. Всего такой мастер-класс длится 6-7 часов. Проводить его будут волонтеры-профессионалы. Надо сказать, что мы определили достаточно взрослую команду инструкторов. Все они медики, врач-ординатор скорой помощи, два фельдшера, четвертая подстанция наша, приемный покой краевой больницы. Они выпускники нашего движения, уже законченным образованием. И продолжают работать в рамках движения инструкторами именно по неотложным состояниям. У них есть для этого все документы. Для закрепления материала подготовили специальные рабочие тетради с методическими заметками. Также дымовым хозяйством, которые в сельских поселениях отвечают за доврачебную медицинскую помощь, обновят аптечки. В них все самое необходимое и при этом не требующие рецепта. Жаропонижающие противовирусные препараты, а также медицинские изделия. Бинты, ваты, ликопластыри и так актуальные перчатки и маски. География проекта охватит даже самые отдаленные территории края. Предположительно, совместно с главой, ну или точнее глава, выбирает старосту этого населенного пункта, собственно говоря, за которым и закрепляется функционал прохождения обучения, передача аптечки, потому что помощь благотворительная, но она требует определенного оформления, будем так говорить. Поэтому вот за этим человеком весь этот функционал закрепляется под контролем главы. Проект «Лекарства для села» будет действовать в поселениях, которые насчитывают меньше ста человек и не имеют своих фельдшерско-акушерских пунктов. Кроме того, в обучение специально добавили и коронавирусный блок. В него вошли вопросы профилактики и актуальная информация о вакцинации. Такой проект разрабатывали почти полгода. В программу попали 432 домовых хозяйства со всего края. Как вы знаете, проблема обеспечения лекарственными препаратами жителей отдаленных и малонаселенных территорий в нашем крае стоит очень остро. К сожалению, не везде есть и фельдшерско-акушерские пункты, и аптечные пункты, где люди могут просто приобрести необходимые им препараты. Но вот одним из решений этой проблемы может стать наш новый проект. Первопроходцами в этом проекте станут жители Балахтинского района. Семь домохозяйств пройдут обучение и получат новые аптечки уже на следующей неделе. Наталья Архипова, Илья Сенькевич, 7 канал.